Людям, проходившим в это утро мимо троллейбусного парка, могло показаться, что здесь случилось ЧП. Пожарная машина, скорая помощь, наряды полиции, кинолог с собакой. И действительно, все выглядело очень натурально. Но, к счастью, это были лишь учения. По сценарию, во время проверки троллейбуса, который вернулся в депо, охранник обнаружил подозрительный предмет. Он тут же сообщил об этом диспетчеру. Здравствуйте, в троллейбусе номер 15 найден подозрительный предмет. На территории предприятия троллейбусный парк в троллейбусе номер 15 обнаружен посторонний подозрительный предмет. Докладывала диспетчер Жугинская. По правилам безопасности троллейбус был огорожен, а из здания предприятия эвакуированы все сотрудники. Первая на объекте появилась вневедомственная охрана. За ней спасатели, которые сразу растянули пожарный рукав. Подъехавшие сотрудники полиции отцепили территорию и не пускали посторонних. Затем прибыла и скорая помощь. Больше времени понадобилось кинологу-собакой. Именно они вошли в транспортное средство, чтобы проверить наличие взрывчатых веществ. В ходе проверки выявлено, что устройство невзрывное, поэтому был дан отбой тренировки. Есть замечания по работе предприятия, вернее по действию службы охраны предприятия. То есть это встреча этих оперативных служб, это подача информации. Но это технические вопросы, мы их, конечно, все сегодня рассмотрели. Я еще раз говорю, оформим все это протокольно и раздадим. На совещании по завершению учений все выявленные недочеты тренировки были вынесены на обсуждение. Ведь главной целью мероприятия было закрепить теоретические здания сотрудников троллейбусного парка, а также усовершенствовать практические навыки. Это не первая тренировка. Мы отрабатываем взаимный опыт с силовыми структурами и с работниками администрации их служб данную тренировку. И чем лучше мы сработаем, каждый раз набираясь опыта, тем безопаснее будет наша транспортная работа. Что касается экстренных служб, к ним замечаний в этот раз не было. Все приехали вовремя, сработали слаженно и профессионально. Юлия Погосян, Владимир Андреанов, Ульга Садовская, Видное ТВ.